МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Детская смертность от ковида в мире 0,005%. Это 50 погибших детей на миллион заболевших. Количество тяжелоболеющих, которых нужно лечить в больнице, в 100 раз больше. Кроме того, у части детей развиваются постковидные последствия. От ковида нет лекарства, но есть прививка, которая помогает защитить от тяжелых последствий. 24 ноября зарегистрирована первая в России детская вакцина от коронавируса. В марте препарат поступил в нашу больницу. У нас вакцина гампоидфак, спутник М. Информацию сначала поступает в школу через медсестру. Медсестра все говорит деткам. Дети прививаются с возраста 12 лет до 17 включительно. Медсестра передает родителям информацию о вакцинации, а далее родители уже сами записывают ребенка на прививку через портал пациента и обязательно вместе с ним приходят на процедуру. В поликлинике ребенка осматривает врач, измеряет температуру, сатурацию, давление, смотрит горло, слушает фонентоскопом. Кроме того, доктор дает пациенту и родителю полную информацию о вакцине. Идем в прививочный кабинет, там все это делает. Медсестра делает в прививочном кабинете прививку и дает им памятку тоже. Рассказывает, какая вакцина и когда будет очередная вакцинация, потому что она двукратная. «Спутник М» создан на платформе вакцины «Гам Ковид Вак» «Спутник Ви», но дозировка у него уменьшена в пять раз. «М» в названии означает «для маленьких». Как и у прививки для взрослых, у препарата для детей есть ряд противопоказаний. У кого есть аллергические реакции, предыдущие прививки были с тяжелыми какими-то осложнениями, и то не мы решаем, а комиссионно направляем на прививочную комиссию, там уже ребенка отводим. В первую неделю прививочной кампании первую дозу вакцины получили 26 подростков. Юлия 14 лет. Решение сделать прививку она приняла сама. Родители ее поддержали. «Я переболела, мне не понравилось. Я решила сделать прививку, чтобы больше не болеть». У каждого подростка, пришедшего на вакцинацию, свои причины. У Антона ковидом болела мама. Болезнь протекала долго и достаточно тяжело. Повторение истории молодой человек не хочет. «Приивку сделали, как вы чувствуете?» «Нормально, прививка, не больно, как обычно». «Только меньше объем». «Это было ваше решение или родители настоялись?» «Мое. Это мое личное решение». После прививки пациентов просят полчаса посидеть. Медики наблюдают за их состоянием. На следующий день здоровье ребенка контролирует школьная медсестра. Сильных побочных явлений за время вакцинации не выявили. «Все у нас, слава богу, штатно проходит. Дети реагируют на эту прививку хорошо. То есть у крайне малого количества детей отмечалось повышение температуры, которое держалось буквально полдня, и дальше температура проходила. То есть даже учебный процесс был в полном мере. Либо кто-то один день пропустил, и это допустимо». Как говорит Марина Алексина, проблем с поставкой вакцины не будет. Препараты закажут столько, сколько нужно. Главное – это желание пациентов и их родителей защититься от коварной болезни. Екатерина Пенова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. А реклама и ныне там. Договоры с победителями конкурса на размещение рекламных конструкций «Расторгли», а разрешение на эксплуатацию отозвали еще осенью прошлого года. Однако счеты города все еще пестрят коммерческой рекламой. Как выяснилось, на заседании Думы в правоохранительных органах этим вопросом пока не занимаются, поскольку пострадавшая сторона администрация заявление не подавала. «У нас, потому что есть ряд преступлений, по которым проводится проверка, без сообщения гражданина, где необходимо наличие письменного заявления, кому ущерб причинен, кто и так далее. Я так понимаю, администрацию ущерб, да? Соответственно, если ущерб ущерб администрации, она не должна обратиться официальным заявлением, мы проведем проверку, если в действиях виновных установим административное правонарушение или преступление, привлечем их к установленному закону ответственности». Андрей Чернышов рассказал депутатам об основных итогах работы полиции за ушедший год. В частности, мошенничество остается острой проблемой для города. Число таких преступлений растет из года в год. Удельный вес их в прошлом году составил 73%. Не обошли стороной депутаты и довольно громкое дело о мошенничестве с продажей кухонной мебели. «Были заказаны кухонные гарнитуры, которые в итоге наши граждане, в том числе одна из моих избирательниц, не получили. То есть, были оплачены средства, стопроцентная предоплата, но ни гарнитуры, ни техники кухонной не было. Вот скажите, пожалуйста, как обстоят дела с расследованием этого преступления? Вообще, возбуждено ли уголовное дело по данным факторам?» Ни денег, ни кухонных гарнитур в Сыровчане так и не увидели. Как выяснилось, подобные схемы злоумышленники проворачивали не только в нашем городе, но в Арзамасе и других городах. Итог весьма печальные десятки обманутых клиентов – миллионы рублей ущерба. Расследование пока продолжается, рассказал Андрей Чернышев. «Когда оно будет привлечено, я не могу сказать, потому что там очень большие объемы следственных действий, очень много потерпевших, очень большой ущерб причинен гражданам, как минимум средний ущерб – 100 и более тысяч рублей каждого гражданина». Также затронули вопрос частых аварий на пешеходных переходах. Эта причина ДТП в 2021 году лидировала в списке 23 случая. Ей активно займется комиссия по безопасности дорожного движения. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24. Промышленность, IT-сектор, агропромышленный комплекс. Правительство определило наиболее приоритетные сферы для того, чтобы разработать меры для их поддержки. При этом все понимают, что от санкций пострадали все отрасли, им тоже нужна помощь от государства. Пакет антикризисных и антисанкционных мер для бизнеса, которые приняли в первой половине марта, уже достаточно структурирован. Предоставление поддержки рекламентируют различные нормативные и подзаконные акты. Их приняли в том числе и на уровне регионов. Из антикризисных мер можно говорить об отсрочке по кредитам, взятым до 1 марта 2022 года. Опять же, порядка 70 видов деятельности предприятий, которые могут претендовать на отсрочку по кредитам. Это именно кредиты для бизнеса. Ранее условием предоставления этой рассрочки было падение прибыли на 30%. Теперь отсрочку получают все, кому это необходимо, независимо от падения выручки. Она распространяется на проценты. Также стартовала программа льготного кредитования. Все льготные продукты, которые предоставляются в рамках государственной поддержки, не через коммерческие банки, а через агентство гарантии микрофинансовой организации Нижегородской области, через фонд развития промышленности, эти ставки увеличиваться не будут. То есть остается возможность получения льготного кредитования, в том числе на пополнение оборотных средств. Большую поддержку окажет IT-сектору. Этой грантой нулевая ставка по налогу на прибыль, льготные кредиты по ставке 3%, помощь сотрудникам в решении вопроса с жильем, отсрочка от службы в армии. Для всех организаций вводят мораторий на проверки. Это не на все проверки, а на плановые проверки контролирующих органов. Часть направлений проверок, особенно те, которые непосредственно связаны с угрозой жизнью, здоровью работающих в том числе, ну, людей, эти проверки будут проводиться. Полностью интервью Евгении Калачевой о мерах поддержки для бизнеса смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Кризис – это момент прорыва или провала. На очередном семинаре ЦПП обсуждали продвижение продукта в современных условиях. Спикер Дарья Рощина простым доступным языком объясняла собравшимся, как вести себя в новых условиях тем, кто рассматривает соцсети как площадку для продвижения, куда смотреть, что планировать и как действовать. Сейчас у нас бизнесу, скажем, непросто, и мы сегодня поговорим как раз про, скажем так, отдельные новые направления, которые открываются с каждым днем, потому что предпринимать сейчас нужно быть очень гибким, очень ловким, осваивать не только сферу продвижения в социальных сетях или в интернете, но и также брать отдельные, скажем так, оффлайн-методы продвижения, которые, я считаю, как раз для Саровата, они будут более актуальны в нынешнее время. Не обошли стороной и острую тему блокировки соцсетей. Дарья рассказала, сможет ли Телеграм стать площадкой для продвижения, а также дала несколько советов, на какие альтернативные социальные сети стоит обратить внимание, куда мигрировать предпринимателям запрещенных площадок. После каждого семинара мы обмениваемся не только обратной связью, что они полезны для себя вывели, что бы они хотели в дальнейшем услышать, но и даже после семинаров я уже конкретно с каждым предпринимателем могу проконсультироваться, дать какие-то советы, где-то помочь, какой-то стратегии продвижения. И в общем, в таком формате мы взаимодействуем. Дарья в Сарове не первый раз. Прошлый семинар был посвящен основным трендам и антитрендам соцсетей – работе с аудиторией. На встрече разбирали понятие осмысленного контента, работе с визуалом. В январе главной повесткой дня был массовый переход в онлайн-пространство из-за пандемии. Технопарк «Анкудиновка» ежегодно устраивает семинары и питч-сессии по всей Нижегородской области. Конкретно с центром в Саровске мы познакомились через директора. Она вышла на моего руководителя, сказав так, что очень много наслышалось про мои компетенции, про мой подход, скажем так, более неформальный, без всякого сухого текста – доносить информацию к продвижению продукта. Они пригласили меня в 2021 году, получается. Мы провели первый общий семинар про маркетинг, про целевую аудиторию, как набирать клиентов, где их искать, где продвигаться, в каких областях. В беседе с участниками семинара стало понятно, что такой формат саровским предпринимателям интересен. Такие встречи в нашем городе планируют проводить регулярно. Анна Пилипец, Константин Островский, Александр Мальков, Служба новостей, Саров-24. С наступлением теплой погоды просыпаются клещи. Они опасны не только для человека, но и для животных. Искодовые клещи переносят смертельно опасную для питомцев болезнь – пироплазмоз. Первые в этом году случаи заболевания уже зарегистрировали в Сарове. Болеют пироплазмозом собаки всех пород и возрастов. Более восприимчивые и тяжелее болеют щенки, молодые и породистые животные. Если питомец своевременно не получит специфического лечения, он погибает в течение 4-5 дней с момента первых клинических признаков. Поэтому внимательно следите за поведением своего любимца, чтобы вовремя обнаружить заражение. В первую очередь у животных изменяется активность, оно становится более вялое, хуже кушать. Потом моча приобретает более темный цвет до цвета темного пива. В этот момент поднимается температура, может подниматься температура до 40 градусов. И появляется уже основной симптом – кровавая моча. Чтобы избежать заражения пероплазмозом, с наступлением тепла нужно тщательнее готовиться к прогулкам с собакой. От укусов клещей животные защитят специальные средства, которые можно купить в ветклиниках. Для профилактики необходимо своих животных защищать. Либо капли на холку, либо специализированные таблетки, либо спреи. После каждой прогулки желательно животное осматривать. Можно прочесывать мелким гребешком. Профилактика пероплазмоза, как говорится, она очень важна, потому что защититься от него легче, чем потом лечить само заболевание или осложнение, что чаще всего бывает. Если собака заболела пероплазмозом, ее необходимо срочно отвезти к врачу. Болезнь надо лечить в клинике. Питомцу в любой момент могут понадобиться капельницы переливания крови. Лечение пероплазмоза в домашних условиях допускается, если нет возможности оставить питомца в больнице или он выздоравливает. В этом случае врач должен лично наблюдать за животным и всегда быть на связи. Ирина Вашегородцева, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Одна из самых крупных ракушек на новой выставке Зейнура Мусина – это тритон, размера которого 53 сантиметра. Коллекционер привез ее из Таиланда. Как сказал сам Зейнур Керимович, такой экземпляр встречается очень редко. В экспозиции в городском музее представлено еще много ракушек, причудливых форм и окрасов, редких, поражающих воображение минералов и камней. Зейнур Мусин стал коллекционировать интересные камни еще в детстве. На досуге, по-любительски так говорят, вот увлекся коллекционированием с малых лет. У меня через три дня 85 лет, чтобы представить, что это не за один год, это целая эпоха с военных лет, потому что в 44-м году я в колу пошел. За свою богатую, но события жизнь Зейнур Керимович побывал во многих уголках мира и по традиции привозил из своих путешествий различные сувениры. Потом это переросло в хобби. Автор выставки искал для своей коллекции интересные камни, минералы, ракушки и виды бабочек. По образованию Зейнур Мусин – архитектор. Поэтому на выставке можно увидеть и его художественные работы, на которых он запечатлел страны, города и острова, в которых побывал. Это не просто география, это и посещение месторождений различных, потому что все можно найти только когда это все взрывает, перекапывает, в руду миллионами тонн ворочает с места на место. Ну, а мы тут, как тут, в поисках обнажений каких-то интересных. Выставка камней и минералов из личной коллекции Зейнура Мусина продлится в городском музее до середины мая. Мероприятие без возрастных ограничений. На творческой мастерской «Весенний ручеек» ребята создавали весенний пейзаж в смешанной технике. Для творчества дети использовали акварель, пастель, аппликацию и оригами. С живым интересом и старанием младшие школьники учились делать бумажный кораблик. Ни одна картина не была похожей на другую, но все работы получились по-настоящему весенними. Мне очень сильно понравилось ходить в художественную галерею, потому что здесь очень занимательно, все понятно объясняют и можно привить все свои таланты. И тут можно сделать оригами, и тут мне понравилось то, что здесь делают объемную композицию. Весенние каникулы художественная галерея подготовила для гостей различные развлекательные программы, которые могут посетить семьи с детьми, коллективы школ города и, конечно, все желающие ребята. Это познавательные занятия, экскурсии и квесты по выставкам, творческие мастерские и кинопоказы. Юные посетители могут выбрать для себя мероприятие по душе. У нас проходили и для детей, и для взрослых, то есть разного возраста, с 1 по 11 класса у нас были и занятия, и кино, и творческие мастерские, квесты и игры. То есть экскурсии у них даже были игровые и квесты, где они могли бегать по двум этажам и с выставкой знакомились, и в то же время что-то отгадывали, ребезы, загадки, какие-то кроссворды, шифры. Каникулы в художественной галерее пройдут по 1 апреля. Мероприятия для детских коллективов организуют по предварительной записи. Справки и подробная информация по телефону художественной галереи 702-87. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Найти героя по описанию, разобраться с отпечатками пальцев, разгадать шифры, разыскать улики и распутать историю таинственного исчезновения. Подсело ли такое детям? Мы сначала просили вахтерши, не видели ли они пропавшего мальчика. Потом мы в холле искали улики по описанию мальчика. Мы нашли несколько улик и узнали, где он находится. Перед вами не криминальная история с участием детей. Хотя дети во всем этом действии, конечно, играют главную роль. Для них в библиотеке Мини Пушкина прошла игра расследования. На час юные саровчане погрузились в удивительный и загадочный мир детективов, попробовали себя в роли сыщиков и экспертов-криминалистов. Ребята у нас делились на несколько команд, в том числе и взрослые, которые пришли с некоторыми юными читателями, организовали свою команду. И, в общем-то, у каждой команды был свой путь, свой поиск. То есть кто-то работал с отпечатками пальцев, кто-то собирал информацию у людей, у прохожих, кто-то составлял фоторобот, фотопортреты. Ребята искали малыша из книги «Малыши Карлсон», «Фунтика» и «Буратино». Взрослые в это время водили искусство, проводили экспертизу и пытались отличить фальшивые картины от настоящих. Игра-расследование – это лишь одно из мероприятий, неподготовленных библиотекарями в дни весенних каникул. Ребята не забывают детскую библиотеку, идут сюда очень охотно. Видно, что соскучились на протяжении всех дней недели детской и юношеской книги. У нас около ста читателей, плюс-минус, на каждом мероприятии бывает. Цель библиотекарей – погрузить детей в книжную среду с помощью интерактивных программ, видеосалонов, мастер-классов. Ну и просто отвлечь от телевизоров, компьютеров и смартфонов. Здесь интересно, познавательно, весело. Поэтому здесь можно найти много новых друзей. А мне нравятся мероприятия, потому что можно проводить интересные опыты, которые можно даже проводить и дома, везде. Что-то новое узнать, рисовать что-то, прочитать новые книги. 31 марта в Пушкинке прошло заключительное мероприятие в рамках весенних каникул «Час читательских идей». Впереди ежегодные библиосумерки и другие мероприятия, встречи и мастер-классы. За афишей Пушкинки можно следить в группе «Библиотеки ВКонтакте». Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. За прошлый год в Сарове зарегистрировано 40 случаев наездов на пешеходов. Это почти половина от общего числа всех дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими. В Единый день безопасности пешехода сотрудники госавтоинспекции вместе с отрядами юных инспекторов движения школ номер 5, 11 и 14 провели профилактическую акцию по привлечению внимания водителей к правилам дорожного движения. Данная акция, она очень актуальна. Призываем всех водителей максимально снижать скорость при подъезде к пешеходному переходу, чтобы вовремя заметить пешеходов, особенно при подъезде к образовательным учреждениям, поскольку здесь переходит дорогу очень много детей. Ребята из отрядов ЮИД выстроились вдоль проезжей части, держа в руках плакаты со знаками ограничения скорости движения. Так они привлекали внимание водителей и пешеходов и напоминали о правилах ПДД и осторожном поведении на дорогах, особенно вблизи пешеходных переходов. Мы активны, участвуем во всех акциях, различные тоже. Недавно у нас проходила акция со скворечниками, где мы их разукрашивали различными дорожными знаками. И всячески помогаем инспекторам движения. Также в рамках акции сотрудники госавтоинспекции совместно с депутатом городской думы Алексеем Александровым останавливали машины и напоминали водителям о том, что надо притормаживать у пешеходных переходов и вблизи образовательных учреждений. Каждый автолюбитель получил специальный информационный буклет. Будьте внимательными, так как при переезде пешеходного перехода находится учебное заведение. В данной акции я принимаю участие в первый раз и планируем его с госавтоинспекцией продолжить. По 4 апреля в рамках пропагандистской кампании «Весна идет, весне дорогу» госавтоинспекция проведет еще ряд различных акций и семейных челленджей, которые направлены на снижение детского травматизма на дорогах. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. 10 часов утра. Идут школьные каникулы. Самое лучшее время для домашних посиделок. Но во дворце детского творчества уже собрались десятки ребят, которые ждут начала мероприятия с предвкушением и волнением. Потому что многие из них здесь в первый раз. Проект «Читаем вслух» открыл свои двери для четвероклассников школ города. Пока они в начальных классах, мы их не берем. И им очень хочется. Они знают, что это есть. Учителя знают, что такой проект есть. И когда наступает, наконец, их очередь, они с таким упоением выходят и читают. Наверное, вы тоже обратили на это внимание. И самое главное в этом процессе удержать их внимание на протяжении лет. С четвертого по одиннадцатый. На этот раз в связи с юбилеем писателя Евгения Шварца школьники прочитали вслух несколько его сказок. Самой первой и самой яркой по исполнению стала сказка о потерянном времени. Потом подозвал он к себе волшебников. И заговорил, негромко, «Господа волшебники, знайте, ребята, которых мы сегодня превратили в стариков, еще могут помолодеть». Также ребята познакомились со сказкой «Рассеянный волшебник» и прочитали отрывок из произведения «Два брата». И, конечно, остановились на самом интересном месте, чтобы потом четвероклассники смогли дочитать сказку дома самостоятельно. Мне она очень показалась интересной тем, что все-таки интересно, как она закончится, и найдет ли старший брат младшего. И я обязательно ее дочитаю. Больше всего мне запомнилось, когда я выходил читать сказку «Два брата». И я, правда, очень сильно переживал, но все равно прочитал. Я обязательно читаю эту сказку, так как мне начало показалось очень интересным. Следующая встреча проекта «Читаем вслух» пройдет 12 апреля. Школьники пятых классов прочитают повесть Юрия Дружкова, «Приключения карандаша» и «Самоделкина». Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Прогулки в парке вдали от пыли и шумных дорог, как правило, поднимают настроение и даже снимают стресс. Исследования показали, что люди, которые часто ходят пешком и любят гулять в зеленых зонах, как правило, счастливее тех, кто предпочитает отдыхать дома перед телевизором. Повышается иммунитет, снижается риск ожирения, диабета второго типа и некоторых видов рака. Ежедневные прогулки по 30 минут в день, по мнению врачей, приносят огромную пользу для здоровья. Они могут также увеличить сердечную деятельность и снизить кровяное давление. Вы знаете, гуляю я не часто, я живу на Некрасово. Но я считаю, очень полезно. И здесь очень много гуляет. У меня дочка здесь живет. И поэтому очень красиво, хорошо. Мы гуляем в парке очень много. И считаем, что полезно в парке гулять, потому что проветривается голова, и из-за этого ты можешь легче думать. Свежий воздух, белки есть. И каждый день я стараюсь и здесь, и вот за рекой там. Ну чудо, чудо. Для нас, пенсионеров, это, конечно, замечательный угол. До открытия нового летнего сезона в парке остается месяц. Уже сейчас готовят аттракционный комплекс к ежегодной аттестации, которая запланирована на 8 апреля. Также летом в парке проведут работы по благоустройству. Для безопасности планируют заменить плиточное резиновое покрытие на цельное. Также продолжатся работы по озеленению территории. Будут высажены и многолетние кустарники, и появятся новые зеленые газоны и насаждения. Также коснется в рамках благоустройства и ремонтной замены, ремонтные работы по замене вышедшего детского оборудования на территорию детской игровой площадки. Полюбившиеся саровчанам мероприятия, румяные встречи и снежные фантазии адаптируют под летний сезон. Детей и подростков по выходным будут ждать на задорные встречи. Для старшего поколения готовят танцевальную программу «Музыка с пластинки». Благодаря снятым практически всем ограничениям по коронавирусной инфекции мы сможем реализовать в этом году нашу программу «Кино и мульт под открытым небом», принять фестиваль уличного кино, который мы как бы не смогли осуществить к показу в течение последующих трех лет. Одно из самых долгожданных событий – новые аттракционы «Качели Каравелла» и «Биоробот». Сейчас делают все возможное, чтобы они начали работать уже в этом сезоне. Также в начале сезона в парке появится топиарный зоопарк «Жаркая Африка». Обычно международный конкурс имени Чайковского проходит в Италии, Сан-Ремо. Но в этом году из-за пандемии конкурс впервые прошел в заочном формате. И воспитанницы детской школы искусств поспешили воспользоваться таким шансом. Юная вокалистка Дарья Чернова представила произведение на итальянском языке перед серьезными судьями из Италии и Москвы. Даша Чернова в этом конкурсе стала лауреатом третьей степени. И ее пригласили в Москву выступить на галоконцерте в консерватории Чайковского. Это очень хорошо, лауреаты на таком конкурсе. Даже третьей степени – это вообще здорово. Это очень серьезный конкурс, поэтому я очень рада, что я хотя бы третье место заняла. Я старалась занять первое место, но меня даже третье радует. Это уже, правда, не первый серьезный конкурс. Я рада третьему месту. У меня прям такие очень хорошие впечатления. За последние несколько месяцев воспитанницы Дарьи Кварте участвовали в нескольких больших музыкальных конкурсах. И в каждом из них девочки показали хорошие результаты и получили дипломы лауреатов. Педагог также растет и добивается успехов вместе со своими ученицами. Дарья Александровна стала трижды лауреатом первой степени на фестивале искусств «Зимняя сказка» и получила специальный приз – бесплатное участие в следующем конкурсе. Мне очень понравилось. Мы давно не выступали, поэтому наконец-то появился шанс выступить. Я принесла с собой дипломы лауреата первой степени, два, и еще два диплома лауреата второй степени. Мы сначала учим песню и потом поем на конкурсах. Сейчас юные вокалистки уже готовятся к летнему сезону и разучивают программу на конкурс, который пройдет в Санкт-Петербурге в культурном центре Елены Образцовой. Светлана Ярунова, Андрей Махмудов, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24. Стихли последние аккорды гимна, судья вбрасывает шайбу, и игра начинается. С первых минут матча соперники из Таншаева дают понять, что приехали за победой. Играет старт преимущественно в контратаке. И к середине периода гости открывают счет под оглушительную тишину трибун. Отыграться к концу периода Сарова так и не удается. Однако на боевом духе наших болельщиков это никак не сказалось. Мы, конечно, очень переживаем за нашу команду. Надеемся, что победа будет за нами. И наши ребята, они молодцы, они соберутся. И сейчас для болельщиков они сделают самую хорошую игру. Очень хорошая игра. Я желаю им самых лучших голов, побед, чтобы все получалось. Мы очень за них переживаем, болеем, надеемся, все у них получится во втором и в третьем периоде. Игра очень напряженная. Команды достойные друг друга. Надеемся на нашу победу. Саров вперед! У нас все будет хорошо. Мы обязательно победим. Весь город пришел их поддерживать. Мы в них верим. Мы в вас верим, мальчики. Игра не была щедрая на забитые шайбы, однако держала трибуны в напряжении до последней секунды. Второй период уже подходил к концу, а счет на табло оставался без изменений. 0-1 в пользу гостей. Сравнял его Константин Поляков, отправив шайбу в ворота противника за две минуты до перерыва. Трибуны буквально взорвались овациями. Каждый период равная борьба. В первом маленечко упустили. То, что гол пропустили. Мы маленько расслабились, но потом парни, особенно старшие, старшее поколение нашей команды нас подзавело. Трибуны тоже заводили, гнали вперед. Ну и второй период, и третий также с равной борьбой. И где-то нам больше повезло, где-то мы больше попали. Но по мне так у нас моментов было больше. Им очень помогал вратарь. Работу вратарей позднее в комментариях многие подписчики назовут виртуозной. На протяжении всего третьего периода они успешно отбивали все атаки противника. Ни одной команде так и не удалось попасть в ворота. Основное время игры закончилось ничьей. Победный гол наш игрок Денис Китаев забил уже на седьмой минуте овертайма. Это была самая валидольная игра за весь чемпионат, рассказал Аркадий Шаплин. Старшая всегда принципиальный и сильный соперник, с которым с ним играть интересно. Всегда идем назря в наздрю, в одну-две шайбы, что у них на выезде, что у нас домино, особенно в этом сезоне. Но сегодня удача повышена на нашей стороне была. Смогли, победили, трибуну помогали. Трибуну – шестой полевой игрок. Поэтому, в общем, усилиями добились победы. Противник в борьбе за первое место Сарову достался непростой. Команда «Старт» из Таншаева трижды становилась чемпионом области. А потому борьба за победу обещает быть напряженной. Второй матч финальной серии игр Саров проведет на выезде. В следующую субботу наши хоккеисты поедут в Таншаево. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров, 24.